Киев. 5 ноября. В городе экономят электроэнергию. Киевляне вынуждены жить в темноте после многочисленных атак дронов Камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины. Россия специально нацелилась на украинскую энергетическую инфраструктуру. Это их тактика увеличения человеческих страданий на фоне приближения зимы. Об этом я говорила и с президентом Зеленским. Поведение России жестоко и бесчеловечно, но нас это не удивляет. Мы видели, как Россия пренебрегала международным правом не только с начала войны, но ещё и до неё. Украинские власти призывают экономить электроэнергию, особенно утром с 7 до 11 и вечером с 5 до 11. Кроме того, ОКРЭНЕРГО практикует почасовые отключения света. Так, 6 ноября в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях планируются такие отключения. В свою очередь, Виталий Кличко не исключает полного отключения электричества в украинской столице в результате действий российских военных. У меня такое ощущение, что российские агрессоры хотят заморозить людей зимой. Они говорят, что это война против военных, но сейчас эта война напрямую затрагивает гражданское население. Они хотят оставить людей без воды, без электричества. Они хотят, чтобы мирное население зимой замерзло. Это геноцид. Других слов нет. Также сообщается, что власти Киева не исключают тотальной эвакуации в случае полного отказа электросети. Тогда предстоит вывезти 3 миллиона горожан. Напомним, после обстрела в столице Украины в понедельник, 31 октября, в городе пропало не только электричество, но и вода. Более 80% местных жителей вынуждены были набирать воду в специальных мобильных точках или же покупать в магазинах. «Были довольно сильные взрывы. Я не знаю, было попадание или нет. Света у нас 6 утра не было. А потом вода исчезла. И сейчас воды вообще нет». «Небольшие неудобства есть, но я думаю, мы с этим справимся, ничего страшного». В свою очередь Владимир Зеленский обвинил во лжи иранские власти, которые поставляют России дроны-камикадзе. «Кстати, появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что они действительно подставляли беспилотники для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы каждый день сбиваем не менее 10 иранских беспилотников, а иранский режим утверждает, что якобы дал России немного дронов и ещё до начала полномасштабного вторжения. Только вчера было уничтожено 11 шахедов. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами. А в Тегеране вообще молчат об этом». Между тем, внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции было восстановлено после того, как её отключили от электросети из-за обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроси вновь призвал к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции, чтобы предотвратить возможность ядерной катастрофы.